Добрый день, меня зовут Владимир Полянский, предприниматель, владелец низких компаний, одна из них публичная компания «Трансфер Черкассы». Путешественник. С идеей, как и любой другой, из большого труда. Ну, я бы начинал с путешествий, я бы его назвал с проблемой добираться в аэропорт, а потом уже появились перевозки. Хороший вопрос, на который глобально нет ответа. Нет, сложно. Вы знаете, мне кажется, что система сильно меняется. Я считаю себя человеком с достатком. Всегда. Нельзя продавать то, во что ты не веришь и то, чем ты не пользуешься. Нет. Тремя. Украинский, русский, английский. На сегодняшний момент 33 страны, многие из них раз по 10. Например, Китай, Филиппины, Грузия, Сингапур, Италия, Испания, Чехия, Германия, Польша, само собой, Турция, Египет. Туда же, Доминикана, Кения, Танзания. Ну, очень много на самом деле. Сто процентов. Ты только заезжаешь на дамбу, ты дома. Вы знаете, нет такого ощущения, что что-то надо менять. Ощущение, правда, дома. Высота Килиманджаро. 5850 метров. Знаете, это нет привязки ко времени, но в моей работе так складывается, что в основном, основной такой туристический наплыв, он послесезонной работы, это октябрь-ноябрь месяц. Осень. Познание нового. То есть, на самом-то деле, все мы люди живем, в принципе, одинаково, но у каждой страны свои правила, свои особенности, как в бизнесе, так в культуре принятия других людей, в культуре взаимодействия и так далее. Самое большее, наверное, меня поразило, в то же время дало много ответов, это африканская культура, где женщина не имеет никакого права, мужчина ничего не делает, все делает женщина, и при этом она не может ни с мужчиной не развестись, не уйти в родительский дом. Такой закон джунглей, на самом-то деле, если мы возьмем параллель с лев и двицей, как они живут, ну царь зверей, да, казалось бы, на самом-то деле, это животное, которое само по себе не охотится, охотится львиться, а он только приходит, выполняет свой супружеский долг и ест. Ситуативно. Вы знаете, наверное, сложно ответить на вопросы, никогда о нем даже не задумывался. Нет. В процессе. Вы знаете, я почему-то себе такую картину идеальную нарисовал, ну что это будет двое детей, что это будет мальчик и девочка, но если предпочтение, то, конечно, только девочка. Момент, когда у тебя не звонит телефон, момент, когда ты, ну, если рисовать картины, то это гора, океан, ветер и рассвет. Я человек настроения, я не совсем это еще меняю, но у меня все сотрудники четко понимают, если я зашел здесь не настроение на работу, ну, не надо подходить. Это было, наверное, лет пять назад, может быть, даже больше, но очень часто вспоминает момент, мне этого действительно в жизни немножко не хватает. Сто процентов. Абсолютно. То есть, вот, например, то, что сейчас происходит за окном, это не туда. Хотелось бы солнца, либо снега. Сложно сказать. Их было очень много, и они были разные, но они точно были не про финансы. Это было про куда-то сходить, как-то себя ощутить, ну, не знаю, что-то одеть. Ну, у меня было такое своеобразное детство. Да, всегда. Ну, в первую очередь, это моя семья, да, то есть, у меня есть там мама, бабушка. Вот, во-вторых, у меня есть друзья и довольно-таки близкие. Я очень общительный человек, у меня, ну, большое количество друзей, но есть те, которые, ну, которые ради меня и ради них. Жареная картошка. Прожить год как минимум так же, как и был этот. Поспать подольше, конечно. Варизнатосе. Сто и сотки. Хорошо, брюнетка, цвет нас кто? Брюнетка. Иногда очень полезно пешком пройтись. Вычеркно. Положительное. Я люблю, когда это все быстро, конкретно и четко. Перед Новым годом хорошо отметить, и это не про алкоголь. Это про круг близких друзей рядом и обязательно про только хорошие эмоции. И не обязательно для этого нужны деньги. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...